Сегодня речь пойдет о некоторых серийных советских грузовых автомобилях, которые были признаны лучшими по своим технико-эксплуатационным качеством. Первой же машиной грузового класса для сельского хозяйства стал ГАЗ-АА на полторы тонны. Его так и прозвали Полуторкой, и данный грузовик активно работал абсолютно на все сегменты советской промышленности. ЗИС-5 – это советский грузовик на три тонны, конвейерная сборка которого стартовала в начале 30-х годов. Основным предназначением было использование в военных целях. Стоит вспомнить, что советские шоферы не только управляли этой машиной в сложных условиях, но и в этих же условиях ее ремонтировали. ГАЗ-51 – разработанный грузовик сразу же после испытаний был принят на серийный выпуск, а некоторые его компоновки были разработаны специально для использования в сельском хозяйстве. Машиной было легко управлять, конструкция ее была простой, а особенности рамы и подвески позволяли использовать этот грузовик на бездорожье. Это было очень важно в советские годы. ЗИЛ-130 – данный грузовик также активно использовался в сельском хозяйстве, так как отличался повышенной грузоподъемностью, а этот показатель был важен в сельском хозяйстве. В годы СССР машина была в дефиците, поэтому сразу расходились по автобазам и активно использовались. КАМАЗ-5320 – уже начиная с 50-х годов Советскому Союзу требовались заводы, которые могли бы заниматься бесперебойным выпуском грузовых автомобилей. Предприятие в набережных Челнах успешно справлялось с этой задачей. Данный грузовик сразу полюбился шофером, система охлаждения была нового поколения, а кроме того была внедрена система очистки мотора от попадания в горючее различного мелкого мусора. Кабина же отличалась комфортом, и многие водители, работавшие на других машинах, завидовали тем, кому доставались КАМАЗы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова